Здравствуйте! Это «Хлебный край»! Программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радует, что нынешний год принес Алтаю очередные рекорды. Однако наряду с объемами важным показателем остается качество зерна. Каким оно получилось? Поговорим об этом с экспертом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак. Мария Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем нашу беседу с разговора о пшенице, поскольку это стратегическая практически культура у нас в Алтайском крае. Вот что можете сказать о пшенице? Алтайский филиал Центра оценки качества зерна традиционно занимается мониторингом качества зерна нового урожая. В 2017 году пассивные площади по пшенице по-прежнему занимали около 56% всего пассивных площадей Алтая. Мы на сегодня обследовали 45% пшеницы. Хотелось бы сказать, что качество ее значительно лучше предыдущих лет, то есть погодные условия были благоприятными для этой культуры. Мы увидели 51% пшеницы третьего класса, затем 37% – это пшеница у нас четвертого класса, и остальное – пшеница непродовольственная. В прошлом году, для примера, на этот период времени по мониторингу мы видели всего 45% пшеницы третьего класса. То есть третий класс – высококлассная, высококачественная пшеница намного больше в этом году. Она лидирует в этом году по сравнению с предыдущими годами и с 2015 даже годом по показателю натурного веса, значительно выше стекловидность, и клейковину мы намывали до 35%, что не было в предыдущие годы. А этот уровень клейковины какому классу соответствует? Дело в том, что классность – это такое понятие, оно очень растяжимое. Многие считают, что если клейковина 35%, то это пшеница первого или второго класса. Но в понятие классности входят еще и другие качественные показатели. Здесь и натурный вес, и число падения, и самая важная стекловидность. Даже если, положим, пшеница имеет клейковину 35%, у ней должна быть обязательно группа качества первая. То есть она должна быть упругой, нерастяжимой, нерасплывающейся, что немаловажно для хлебопекарных свойств, потом теста, впоследствии. И что самое важное, стекловидность должна быть выше 60%. В Алтайском крае сложно со стекловидностью, поэтому ввиду отсутствия такой высокой стекловидности нам приходится пшеницу с 35% клейковины причислять к пшенице третьего класса. В последние годы наши алтайские крестьяне стали на своих полях возделывать много новых культур. Какую-то характеристику можете дать? Что в этом плане происходит? На самом деле Алтайский край уникальный. И семь пучино-климатических зон нашего региона позволяют выращивать очень широкий спектр культур и зерновых, и зернобобовых, и масличных. В этом плане очень интересно работать нашим специалистам лаборатории. У нас не только пшеница и ячмень к нам приносят и чечевицу, и горох, и гречиху, сурепицу, и каких только культур у нас нет, скажем так. В этом году значительно увеличили пассивные площади чечевицы. Чечевица — это сравнительно новая культура для Алтая, и в 2,7 раза увеличились пассивные площади у нас в нашем регионе этой культуры. Она является уникальным источником белка, и для людей, которые придерживаются вегетарианского тела питания, это, конечно, незаменимый источник белка. В этом году чечевица в Алтае уродилась просто потрясающе, высокого качества, и ту чечевицу, которую мы исследовали, она уже была практически годна для использования в пищу, скажем так. По сорной зерновой примеси она была просто потрясающей. В прошлом году таких показателей мы не видели. Марья Михайловна, вот, знаете, у нас рядом находится Казахстан, тоже большой производитель пшеницы, и вот насколько такое соседство нам доставляет удобство или неудобство? Интересная тема. Вообще, вопросы сегодня у вас такие прям. На самом деле, соседний Казахстан завозит к нам в основном пшеницу и подсолнечник. К сожалению, больше половины завезенной продукции нашим алтайским филиалам бракуются, и мы не допускаем ее вообще на стол к потребителю. По пшенице хотелось бы сказать, что половина из завезенной продукции была отбракована и не соответствовала требованиям по безопасности по содержанию афлотоксина. Что касается подсолнечника, который в последнее время завозится прямо эшелонами, ну вот буквально там август-сентябрь, завозился в очень больших количествах на Алтай, мы выявили превышение акадмия. Акадмий, как вы знаете, это тяжелый металл, он является очень опасным для человека и как бы является иммуно-угнетающим, угнетающим таким, обладает канцерогенным свойством и способен накапливаться в организме человека. А вот насколько сегодня остро стоит проблема в отношении государственных учреждений, которые заключают какие-то контракты на поставку зерновой продукции к себе? Вот вы наверняка проверяете и этот круг зернопродукции? Алтайский филиал является барометром в руках Росельхознадзора, скажем так, специалисты Росельхознадзора. При проверках в муниципалитетах, то есть учреждения здравоохранения в детских садах, в лагерях, они отбирают именно крупные продукты и привозят на исследование к нам. К сожалению, из тысячи проб, поступивших за 9 месяцев в нашу лабораторию, 8% не соответствовало требованиям действующих стандартов. Ну, где-то эти были требования действующих стандартов, скажем так, по качеству. Это там сорная примесь, там недодир, какие-то такие, скажем так, несоответствия. Но очень серьезные были нарушения, выявленные по показателям качества. Это зараженность и наличие металломагнитной примеси. Хотелось бы сказать, что в основном, да не в основном, наверное, 100% это продукция наших фасовщиков, не производителей. Не зернопереработчиков наших алтайских, а фасовщиков, которые покупают эту продукцию подешевле, где-то, положим, не в алтайском крае, и пытаются расфасовать ее и промаркировать под, скажем так, маркой алтайских товаров. А какова судьба этой продукции дальше? То есть вы какое-то предписание выдаёте? Предписание выдают специалисты уже Росельхознадзора. Мы выдаём протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения о том, что эта продукция не может быть в дальнейшем использована вообще в питании человека. И она подлежит уничтожению либо утилизации. Вот, в принципе, мы сейчас уже подошли к тому рубежу, когда вся Сибирь заканчивает уборку. Можно ли сравнить наш алтайский урожай вот с нашими соседями, как обстоит дело? Ну, по оперативным данным, на сегодняшний день убрано в Сибирском федеральном округе уже более 16 миллионов тонн зерновых культур. То, что касается пшеницы, наверное, определимся, поскольку она является королевой полей Сибири. Нашими специалистами обследованы 34% от валового сбора пшеницы вообще. Урожай в целом по Сибири значительно выше предыдущих лет, лучше предыдущих лет и качественнее. 56% — это пшеница у нас третьего класса, в прошлом году было на 10% меньше. Воловка была практически такая же. Всего 12% непродовольственной пшеницы выявлено. В такой качественный, хороший каравай Сибири самый больший вклад в пшеницу третьего класса вложил Алтай, Красноярский край и Хакасия. К сожалению, Новосибирская область и Кемеровская область потеряли в качестве, и значительно меньше там пшеницы и третьего класса, и четвертого класса, и процент непродовольственной пшеницы. Вот именно на сегодняшний день, пока еще итоги мониторинга не окончательно подвинены, 20% там мы видим процент непродовольственной пшеницы. То есть у нас условия на Алтай оказались еще... У нас условия оказались лучше, да. Для пшеницы они были благоприятные, да и практически для многих зерновых, зернобобовых культур очень уникальный в этом году горох. Такого гороха мы не видели на протяжении уже трех лет. И все сельхозтоваропроизводители говорят о том, что выращенный горох на Алтай, он практически покроет потребности всех наших крупиных предприятий. Достаточно большое количество договоров уже заключено, такого мы не видели. То есть как бы отгружается и горох как сырье, и отгружается горох как крупа. Здесь вот идет такое действительно оживление рынка. Что касается других культур, рапс, лен, масличные культуры, достаточно высокого качества. Ячмень выше предыдущих лет по нашим протоколам. Затем про чечевицу я уже говорила, что она на самом деле уникальная. Ну а подсолнечники говорить еще рано. А вот про гречиху давайте вспомним. Про гречиху. Гречиха лучше предыдущих лет. Она более выполненная и по доброкачественному ядру на самом деле лучше, чем предыдущие годы. Как-то должно сыграть в актив крестьян, несмотря на то, что ее переизбыток на рынке сегодня сложился. Урожай хороший, этому надо радоваться, а рынок потом уже как бы внесет свои коррективы. Если бы урожая не было, совсем была бы грусть. Урожай хороший и качественный, по данным нашей лаборатории. Отлично. Благодарю вас, что вы сегодня были у нас в студии. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Буквально за несколько лет Россия из импортера продовольствия превратилась в заметного экспортера. Эта тенденция коснулась и медового рынка. Ведущей позиции на нем Россия заняла благодаря увеличению объемов сладкого продукта в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральном округах. В них производят почти 70% российского меда. При этом регионами-лидерами признаны Башкирия и Алтайский край. Каким же был медовый сезон 17-го года на Алтае? Об этом в следующем сюжете. Перед тем, как улететь на новое место жительства, они как бы прощаются с этим местом. Раз посели, посидели. Ну что, летим-летим. И улетают на новое место жительства. Вот так председатель кооператива алтайских пчеловодов Юрий Богуславский раскрывал во время встречи с журналистами краевых СМИ образ жизни пчелинной семьи. Безусловно, такие зрелищные моменты вызывают большое любопытство у непосвященных людей. Неудивительно, что туристы стремятся запечатлеть увиденное на фото. Иной раз смотришь, рой прям через дорогу перелетает все. Это просто пчеловод прозевал флягу. А вот Петр Миллер, пчеловод из Калманского района, вовремя подоспел к вновь образовавшейся пчелиной семье и определил ее на постоянное место жительства. Августовские солнечные дни принесли долгожданное оживление на алтайские пасеки. Пчелиная жизнь буквально закипела с удвоенной силой, чтобы наверстать упущенное из-за дождей время. Специалисты соглашаются, что нынешний сезон получился непростым. Еще и длинная зима создала пчелам экстремальные условия, отчего многие из них погибли. Но пчеловоды восстанавливают эти все. Даже некоторые восстановили и приумножили свои пасеки. Да, уже первые меда, светлые, которые светлые меда, накачали уже, но гораздо мало, даже судя по оптовым ценам. В прошлом году 150-200 давали, в этом году 300, не меньше. И то в очередь становится. Между тем, алтайские пчеловоды уверены, что поздних медов будет в достатке. Их цена не увеличится. Эти меда, как правило, темного цвета, что является показателем насыщенности букета трав медоносов. Народ на пословице говорит, что светлый мед для души, то есть покушал, да, а темный мед для тела. То есть темные меда, они более богаты, насыщены, биологически активные меда вот эти. У них диастаза большая очень. А диастаза говорит о качестве меда и о его биологической активности. То есть его взял, сразу шунты открылись, кровь заиграла. К таковым относится гречишный мед. На Алтае его получают в изобилии. Тем более, что в этом году алтайские фермеры установили очередной рекорд по пассивным площадям. Засеяли 740 тысяч гектаров. Специалисты регионального Минсельхоза высказывают опасения, что при таком росте пассивов гречихи в выигрыше скоро останутся только пчеловоды. Избыток на рынке гречневой крупы приведет к обрушению цены на нее. Тем более, что такая тенденция уже наметилась. А по гречихе, ну, я скажу, что, ну, перестарались мы. Перестарались. Надо же кто-то, чтобы ее кушал, гречиху. Я думаю, тот рубеж, который был до этого, там, допустим, ну, в 600 тысяч, он достаточный уже для Алтайского края. И я вот об этом вот на всех мероприятиях, на всех сборах сельхоз-старой производителями говорю, ребят, ну вот, особенно Бийско-Чумышская зона, да, там вот эти все районы, ну, прекратите гречихой заниматься. Для вас она очень и очень невыгодна на сегодняшний день. Намного выгоднее у этих же соя, крестоцветная мысленичка. Ну, намного маржинальная культура. Ну, а такие я повторял тогда, как Красногорский район, допустим, Салтонский район, там под 80% имеют в структуре посевных площадей гречихи, ну, это абсолютно неправильно. Некоторые пчеловоды выражают тревогу по поводу того, что фермеры начинают использовать якобы самоопыляющуюся гречиху. Понятно, что на таких полях пчелам просто нечего будет делать. А ведь именно гречишный мед за пределами Алтая пользуется повышенным спросом. Как о городом скажу, у нас полностью самоопыляющейся гречихи, в принципе, нет и, по всей видимости, никогда существовать не будет. Она частично опыляющаяся. И то несколько сортов, там, дикули девятка, по-моему. А остальные у нас культуры, а эти культуры, наверное, вот эти сорта, ну, занимают не менее 40% у нас в Алтайском крае. И поэтому все сельхозтаропроизводители, которые хотят получить хороший урожай гречихи, все приглашают пасечников, пчеловодов на свои поля и платят за это деньги. Между тем, очередной август встретил барнаульцев уже привычной медовой ярмаркой. Добрая традиция прижилась в краевой столице. Отправляясь за медом, горожане даже ищут знакомых с прошлых лет пасечников, продукция которых им особенно пришлась по душе. В этом году, прежде всего, хотелось бы еще сказать, отметить вот какой факт. Вот сегодня подошла ко мне женщина и говорит, вот как-то меда поменьше, не вижу вот такую-то пасеку. То есть люди приходят уже на свою пасечника, на свой мед, а они сегодня не участвуют. И говорит, я же им доверяю, хочу сказать всем, и этой женщине сегодня объяснила, что прежде чем сюда встали пчеловоды со своим медом, ветеринарная служба Алтайского края произвела отбор, произвела анализы. И тот мед, который, а такого не было, кстати сказать, который мог бы не соответствовать или не соответствовал бы стандарту, здесь априори быть не может. Качество алтайского меда нынешним летом оценили даже французские пчеловоды. Их делегация приехала к своим коллегам на Алтай с целью обмена опытом. Эмиль Моль имеет в городе Ажен под Тулузой огромный музей пчеловодства. В нем собраны экспонаты со всего мира. Дар Алтайскому музею он привез старинный соломенный улей и дымарь, которому более 200 лет. Это будет один из таких экспонатов, которые я буду дорожить. Алтайская сторона вручила французам футболки с памятной символикой. Путешествие на краевые пасеки вызвало у гостей немало удивления. Прежде всего бескрайними просторами алтайских полей и лугов и разнообразием медоносных трав. Открытием для французских пчеловодов стало то, что их алтайские коллеги занимаются глубокой переработкой пчелопродукции. И продают цветочную пыльцу, пергум, трудневой гомогенат, личинку восковой моли, пчелиный подмор, маточное молочко. Они когда посмотрели, как мы добываем это все, как делаем, они были, конечно, в шоке. Особенно личинка восковой моли, когда мы вот эти настойки делаем. Потом подмор пчел вот этот, когда мы делаем, когда рассказываем, что это помогает людям, они о-о, а мы это раз и сжигаем, выбрасываем и так далее. То есть вот такие мы делимся тоже секретами. Берите, пользуйтесь, оздоравливайтесь, дорогую Францию. Александр Раба держит во Франции 600 ульев. Для него особенно интересен был опыт алтайских пасечников по лечению пчел. Он записал несколько наших народных рецептов. Есть распространенная болезнь, которая у нас лечится только единственным разрешенным и очень дорогим лекарством. Некоторые фермеры даже разоряются и закрываются, потому что не могут себе позволить его купить. А здесь мне дали народный рецепт. Там смешивается молоко с чесноком, и все это дается пчелам. Это действует. Теперь я буду его пробовать применять у себя. И еще одним открытием для французов стала процедура, ради которой многие туристы приезжают на алтайские пасеки уже несколько лет. Сон на ульях. Конечно, гости слышали, что пчелиное жужжание благотворно влияет на человека. Но им и в голову не приходило направить это на оздоровление организма. В принципе, идея интересная. Проблема только в том, что у нас во Франции пчелы намного злее, чем у вас. Я удивлен, как вы ходите здесь без защитной одежды. Во Франции это невозможно. Вы бы уже умерли от укусов. У нас настолько злая порода, что мы работаем в костюмах с ног до головы. У вас пчелы очень милые и любезные. После окончания нынешнего сезона алтайские пчеловоды намерены поехать к своим французским друзьям с ответным визитом. Не исключено, что к следующему лету на наших пасеках появится что-то из их опыта. Все это послужит только тому, чтобы сохранить самое ценное, что дарит природа человеку. Это забрус называется. Вот эти крышечки – это как знак качества пчелы. То есть она запаковывает крышечкой, ставит как знак качества, что мед здесь великолепный просто. По данным Минсельхоза России, за последние пять лет рост производства товарного меда в России составил 31%. Один из главных факторов развития отрасли – снижение импорта меда. За пятилетку объем поставок снизился более чем в 30 раз. В 2016 году его импорт был менее 163 тонн. При этом экспорт меда увеличился в 15 раз и составил почти 2500 тонн. Самые большие вложения в техническое перевооружение в этом году по итогам трех кварталов сделали аграрии Зонального района. На приобретение техники и оборудования для сельского хозяйства они направили почти 270 миллионов рублей. Следом по объемам инвестиций идут сельхозпроизводители Родинского и Волчихинского районов. О том, что еще важного произошло в сельской жизни региона в эти дни, расскажет редактор краевой газеты «Алтайская Нива» Мария Чугунова. Здравствуйте, наши зрители и читатели! Вышел свет очередной номер «Алтайской Нивы». Как обычно, о событиях недели, произошедших в агропромышленном секторе региона, рассказывают корреспонденты нашей газеты. В свежем выпуске приведены выдержки из выступления министра сельского хозяйства России Александра Ткачева на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в Воронеже. Руководитель ведомства рассказывает о достижениях сектора за прошедший сельхозсезон и о перспективах на ближайшие годы. Если вам интересно, какие тренды развития видит федеральный минсельхоз и какие задачи ставит он перед собой, читайте материал в рубрике «Официально». Наш сапкор из Поспелихинского района Александр Лапанков побывал в хозяйстве Мелира, где идет уборка подсолнечника. Средняя урожайность семечки здесь значительно превышает общий российский показатель, приближаясь к урожайности, которую получают в Краснодарском крае. Человеком недели по версии Краевой аграрной газеты стал Виктор Дафт, руководитель агропредприятия «Горизонт» Михайловского района. В последовременное время в Кулудинской степи развивалось садоводство, но затем почему-то затих интерес к отрасли и много лет о насаждениях никто не вспоминал. Виктор Дафт признается, что его любовь к садоводству. Фермер взялся возрождать его в родном Михайловском районе. Рассказ об этом успешном эксперименте, о ягодном направлении предприятия, о трудной истории семьи российских немцев вы прочтете в статье «Цветущие сады Виктора Дафта». Механизатору из Хабарского района Василию Кучеренко удалось превзойти собственный прошлогодний рекорд по намолоту и вновь войти в списки краевых лидеров. Подробнее об этом читайте в материале «Сработал на отлично». Также из очередного номера Алтайской Невы вы узнаете, как в крае идет переход на электронную сертификацию товаров, почему важно оформлять сопроводительную документацию на животные грузы, ознакомитесь с предложениями агроснабженческих компаний региона. А я на этом прощаюсь с вами. Удачи всем, кто трудится в полях и на фермах. Указом президента России за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу директору предприятия «Октябрьское» Зонального района Алексею Бабакову присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Трудовой путь Алексей Николаевич начал исполняющим обязанности главного агронома колхоза имени Ленина, но в дальнейшем судьба связала его с хозяйством «Октябрьское», которое он возглавил в 2009 году. О трудовых достижениях других работников Алтайского агропрома в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно сегодня вновь рассказать вам о достойных людях, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у которых в эти дни свой собственный праздник – День рождения. 24 октября поздравление с Днем рождения принимала Марина Сафина, терятница хозяйства России Новичихинского района. Она занимается выращиванием терят в возрасте до 6 месяцев. Среднесуточный привес животных в 2016 году составил 978 граммов. За высокие показатели Марина Юрьевна неоднократно была включена в губернаторский клуб лучших животноводов. 26 октября. День рождения был у Анастасии Третьяковой, оператора машинного доения коров СПК «Колхоз имени Кирова» немецкого национального района. В профессии 16 лет. Целенаправленно идет к тому, чтобы преодолеть планку по надоям в 6000 килограммов молока. В прошлом году этот результат был 5612 килограммов. Для всех, у кого в эти дни день рождения, в нашей программе выступление Алтайского коллектива. Анастасия Третьяковой, Анастасия Третьяковой, Цена Третьяковой, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok